Уже не первый год в воздухе витала идея открыть на нашем канале новую рубрику, посвященную историям возникновения революционных в свое время медицинских изобретений, которые уверенно вошли в повседневную жизнь и знакомы каждому из нас практически с самого детства. И вот на днях мне попалась на глаза статья, размещенная на страницах живого журнала, которую автор под именем «Мастерок» озаглавил так «Бриллиантовый раствор или просто зеленка». Именно ее мне сегодня и хочется с вами обсудить. Здравствуйте, мои хорошие! Мало какая домашняя аптечка существует без зеленки, привычного с детства и недорогого антисептика, с которым знакомятся даже новорожденные, которым обрабатывают этим раствором едва завязанный пупок. Как это часто бывает с будничными вещами и явлениями, мы не задумываемся о ее происхождении и прочих секретах. А между тем должно же быть какое-то объяснение, почему едкая жидкость в пузырьке гордо именуется бриллиантовой зельенью, почему она не используется за рубежом и в чем вообще разница между ней и йодом. Но начнем по порядку. Как была открыта формула зеленки? В середине девятнадцатого века в Лондоне молодым ученым Вильямом Перкином предпринимались отчаянные попытки создания лекарства от малярии. Химик проводил различные эксперименты над каменно-угольной смолой, дистиллируя ее, возгоняя и травя кислотами. В результате одной из попыток Перкин открыл лилового цвета стойкое вещество, неудаляемое с одежды при стирке, которое изобретатель окрестил мавиином в честь цветка мальвы. Он продолжал эксперименты, забросив попытки спасти мир от болезней, и ему удалось синтезировать множество других органических соединений с маляных, также называемых анилиновыми, красителей от желтого реванола и малинового фуксина до синего, фиолетового, черного и, наконец, зеленого, которые мы сегодня и приобретаем в аптеках. Производство этих красителей было поднято на промышленный уровень. Когда изобретатель открыл собственный завод, продукция которого легко вытеснила использовавшиеся ранее натуральные красители – кашениль, индига и прочие дорогие составы, неспособные дать действительно стойкий эффект. Несмотря на кажущееся отклонение от изначально намеченного курса, химик все же сделал вклад в сферу медицины. Поначалу анилиновые красители применялись для улучшения невидимости препаратов микроорганизмов под микроскопом, для чего их подкрашивали. Однако врачи обнаружили, что именно эти красители приводят к гибели подопытных микробов. Наконец, их стали применять в качестве антисептиков при хирургических операциях, родах, различных травмах, а также для очищения медицинских помещений, инструментов и рук медперсонала. Это повлекло за собой значительное сокращение смертности в результате сепсиса, за что Вильям Перкинт впоследствии был награжден титулом рыцаря и, происходя из семьи простого строителя, стал почтенным сэром. Почему именно бриллиантовый зеленый? Помилуйте, что такого бриллиантового в обычной зеленке? Ухо привыкло к более скромным эпитетам, и еще куда не шло малахитовый зеленый, родственно близкие зеленки по составу. Во всем виноват, как всегда, испорченный телефон. Для получения аптечного раствора в спирте растворяют зеленые с золотистым блеском кристаллики, на латыни именуемые «Вириден ниттенс» или «зеленый блестящий». Переводя на французский язык, фармацевтам пришлось использовать слово «бриланд», фактически аналог блестящего, а уже при переводе с французского, без особой вдумчивости, вещество окрестили «бриллиантовой зеленью» русскоязычные медики. Вот и весь секрет. Почему за границей нет зеленки? Удивительно, но факт – за рубежом мы не найдем зеленку ни в аптеках, ни в медицинских учреждениях. В действительности она продолжает процветать лишь в странах СНГ, где пятнистые дети считаются вполне нормальным явлением. Существует две взаимодополняющие версии ответа на вопрос, как иностранцы живут без такого нужного препарата. Причина первая. Для западной медицины важна не только эффективность, но и эстетическая сторона лечения. Мало кто из респектабельных людей Европы и Америки может позволить себе разгуливать по улице и ходить на работу, разрисовавшись фуксином или зеленкой. Зачем лишний раз привлекать внимание к своим проблемам со здоровьем? У них ведь гораздо раньше, чем у нас белый пластырь сменили на кофейный оттенок, чтобы было незаметно. Одним словом, ради комфорта пациентов, боевой медицинский окрас на Западе успешно заменяет бесцветная жидкость. Кастелани с аналогичными действиями, меркурохром, различные мази с антибиотиками и смесь бетадина соединения йода с сахаром. Причина вторая. Западная медицина опирается на принцип доказательности, то есть требует ссылки на клиническое исследование любого из препаратов. Зеленка была изобретена задолго до того времени, когда был введен сей принцип, а поскольку с коммерческой точки зрения абсолютно невыгодно проводить весьма дорогостоящие тестирования для старого препарата, проще отказаться от него совсем и изобрести ввоз и тележку аналогов, подслащенных рекламными роликами. Поэтому механизм молекулярного воздействия зеленки на организм по сей день остается лишь гипотетическим, как и предположение о возможной ее токсичности и даже канцерогенности. Ни доказывать, ни опровергать эту теорию никто не берется. Что же выбрать, зеленку или йод? Понятие пятилетнего непоседы с вечно ободранными коленками что йод, что зеленка одинаковы и то и другое не очень-то приятны из-за содержания спирта, хотя и необходимо. Но как наверняка определить, когда надо браться за коричневую баночку, а когда за зеленый пузырек? Тут надо вооружиться элементарными представлениями о производимом обоими препаратами эффекте и их различиях. Если с йодом, знакомым еще из таблицы Менделеева, все более-менее понятно, его источником служат морские бурые водоросли, то с бриллиантовой зеленью дело обстоит несколько иначе. Химическое название получаемого раствора – бис-п-диэтиламина-3-фенилангидрокарбинола-оксалат. Поскольку не каждому легко дается химия, скажем проще. Довольно простой состав включает воду, этанол и, само собой, бриллиантовый зеленый. Зеленка – это быстродействующий высокоактивный антисептик, который эффективен в борьбе с золотистым стафилококком, дифтерийной палочкой и грамм положительными бактериями, но уступающий по мощности действия йоду. Кроме того, зеленка не сушит кожу, поэтому ее применяют при лечении нежной и чувствительной кожи младенцев, а также при обработке небольших поверхностей, царапин или порезов. А вот йодный раствор не наносится на поврежденную кожу, его нужно применять для дезинфекции кожи вокруг ран, для подсушивания или притока крови к мягким тканям, в случае синяков, растяжений и ушибов. Для этого обычно рисуют йодную сетку, а изобретательные натуры порой не против нанести более прихотливый рисунок. Хотя, впрочем, на процесс лечения это никак не влияет. Интересные факты о зеленке. Интересно, что в советской и российской уголовной среде существует выражение «намазать кому-либо лоб зеленкой», первоначально означавшее «расстрел», смертную казнь, а впоследствии и просто убийство при помощи огнестрельного оружия. Это выражение возникло во времена сталинских репрессий, когда расстрелянным или умершим заключенным писали зеленкой на бедре арестантский номер. Поэтому первоначально бытовало выражение «зеленкой ногу намазать», а про лоб стали говорить позднее, хотя лоб к написанию номера с зеленкой никакого отношения не имел. Зеленка в промышленности используется для окрашивания хлопка, шелка, бумаги и прочего. Врачи чаще рекомендуют смазывать большие раны не йодом, а именно бриллиантовой зеленью. Делают это они потому, что она не оставляет на коже никаких шрамов, в отличие от йода, который сильно сушит кожу, а потом и сжигает ее при длительном применении. Потому йод рекомендуют для обработки царапин и мелких ран. А вот зеленка – более мягкий антисептик, она не сушит кожу и помогает заживлять раны. Многие рекламщики используют на презентациях раствор бриллиантовой зеленой, уверяя потенциальных покупателей, может отстирать даже зеленку. Однако обычно на таких мероприятиях используется самый слабый ее раствор, так как вариант аптечный практически невозможно отстирать мгновенно. Самое действенное лекарство, помогающее вылечить ветрянку – все та же зеленка. До сих пор ни один препарат не справлялся с этой кожной болезнью так эффективно, как она. А на этом на сегодня все. Как всегда, с большим нетерпением жду Ваших комментариев. Ссылочка на озвученную в выпуске статью «Бриллиантовый раствор или просто зеленка» Вы сможете найти в описании к этому видео. Берегите себя и близких! Ставьте пальчики вверх! Подписывайтесь на канал Доктор по соседству и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с Вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья Вам!